История восьмая. Онежская роспись. Онежская или Аланецкая роспись появилась на западе Архангельской области в нижнем течении реки Онеги в XIX веке. Роспись эта очень живописна и воздушна. Характерной чертой Онежской росписи является декоративность, крупномасштабность письма и свободная непринужденная кистевая манера, при которой мастера выполняли орнамент кистью от руки, без предварительного наброска. Поэтому роспись получалась очень живописной, воздушной, свободной, без строго симметрии. Онежская роспись чаще всего делалась на синем фоне, реже на зеленом, позже появился красно-коричневый, а основными цветами узоров были белый, розовый, зеленый, желтый и коричневый. Основой украшения был цветочный узор. Крупные цветы с нежными бело-розовыми лепестками с бутонами изображались чаще всего в пышных букетах. Часто рисовали большую ветвь с тремя розанами в центре, а завершалась такая ветвь тюльпанами. Кроме цветов для росписи характерны яблоки с лепестками. Своеобразный плод цветок. И птицы, чаще всего волшебные птицы сирин, которых рисовали с белым оперением. Так, например, две птицы на прялке являлись символом счастливой супружеской пары, а птица с птенцами на спине служила символом плодородия. Техника нежской росписи отличается простотой. Основной инструмент – кисти. Кисти крупные, плоские, круглые, беличьи и колонковые. Начинали свою работу мастера обычно с красного цвета, с основных элементов. Затем добавляли белый цвет, далее рисовали зеленые листья. Работая над листьями, мастер сначала обмакивал кисточку в зеленую краску. Затем самым кончиком кисти касался желтой краски и одним мазком ставил капельку. Получался красивый переход цвета, особенно если взять лимонно-желтую и изумрудную краски. В самом конце детали узора обводили тонкой черной линией. Чаще всего украшали росписью прялки. Но и другие предметы домашнего обихода – то и ски, игрушки, посуда, сундуки – не оставались без узора. Украшали росписью и сами дома – фасады, перегородки, двери, оконные наличники, ставни. Изобразительное искусство онежских мастеров долгое время не покидало родного края – берегов северной реки Онеги. И лишь во второй половине XX века началось возрождение народных росписей русского севера. В 1968 году в Архангельске было образовано предприятие народных художественных промыслов – беломорские узоры, задачей которого стало возрождение, сохранение и развитие традиционных художественных промыслов севера. Художники предприятия взяли за основу главный элемент онежской росписи – яблоковидный плод-цветок и широкие листья. В новые композиции росписи были введены птицы, мало напоминающие тех белых птиц и попугайчиков, которые изображались на древних прялках Онеги. На сегодняшний день изделия, изготовленные на русском севере, любимые и почитаемы многими. Они не только функциональны, но и удивительно декоративны. Каждое изделие мастеров русского севера несет в себе тепло и доброту, делает нашу жизнь ярче, праздничнее, а интерьер современных квартир, деревянных домов и дач – уютным и неповторимым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова